Здравствуйте, друзья! С вами канал Ньюра Шворд, наша ежедневная информационно-аналитическая программа, я ее ведущий Александр Глушенко. И сегодня мы поведем речь о том, что путинское руководство, руководство сказочного национального лидера, развернуло крупномасштабное наступление на правозащитников. Ну, вы прекрасно понимаете, что до этого шла отчаянная битва с Навальным, да? Его сначала травили, потом сажали. Сейчас вроде бы как, да, плюс его все окружение, все его соратники, вроде бы как проблема для администрации, для начальства нашего российского, вроде бы как решена. То есть, он находится в следственном изоляторе, где-то там, в Кольчугино, по-моему, под Владимиром. Его все окружение, его все выехало из страны. То есть, фонд борьбы с коррупцией и система навальновских штабов вроде как нейтрализована. Начальство идет по нисходящей. Так, теперь нужно объявить войну правозащитникам. Всем, каким только можно. Я вот буквально вчера прослушал интереснейшее интервью Льва Пономарева. Напомню, это старейший в России на сегодняшний день, один из старейших правозащитников, который руководил организацией за права человека в течение 23 лет. И с принятием закона об иностранных агентах-физических лицах. Сначала у нас был, ну, когда там, года 4-5 назад был принят закон о юридических лицах-иностранных агентах. То есть, те юридические лица, которые получают финансирование из-за рубежа. Ну, например, там, Радио Свобода, да. Некоторые издания, которые обязаны постоянно упоминать о том, что они являются иностранными агентами. Печатать эту звезду, желтую звезду, печатать на своих сайтах. Говорить об этом в каждом выпуске новостей, если это радиостанция. Теперь закон о... Значит, смотрите, интересная логика власти. Закон о иностранных агентах-физических лицах автоматически делает иностранным агентом то юридическое лицо, которым руководит это физическое лицо. Представляете, значит, Лев Пономарев руководил, кроме организации «За права человека», которая просуществовала 23 года, он руководил еще фондом защиты прав заключенных и организацией «Горячая линия». Эти организации, да, совершенно ясно и четко, получали гранты от иностранных организаций. Сейчас вы будете долго смеяться, хотя это смех сквозь слезы. От каких иностранных организаций? Сейчас расскажу. С учетом того, что он руководитель этих организаций, его признали физическим лицом иностранным агентом, и автоматически, как руководитель физического лица иностранного агента, он стал... Его организация «За права человека», существовавшая 23 года, тоже стала иностранным агентом. Он распустил, закрыл физическое лицо, то есть снял с государственной регистрации вот это юридическое лицо «За права человека» и организовал незарегистрированную общественную организацию или общественное движение с тем же названием «За права человека», только не пошел в Минюст и не стал ее регистрировать. Но деятельность свою продолжил. То есть все вопросы правозащитной деятельности связаны с правами заключенных, с правами осужденных, с правами подследственных и так далее, и так далее. А в новом законе написано, что даже незарегистрированное общественное движение, то есть если у тебя нет справки из Минюста, о том, что ты зарегистрирован, все равно это незарегистрированное движение или организация является иностранным агентом. И лица, которые не соблюдают правила для иностранных агентов, связанные с финансовой отчетностью, связанные с указанием вот этого всего в интернете, в своих статьях, в своих публикациях, они привлекаются к административной, а после административной, после нескольких нарушений еще и к уголовной ответственности, точно так же, как и зарегистрированной организации. То есть тут получается тех же щей пожиже влей. То есть теперь даже незарегистрированная организация, которая каким-то образом имеет отношение к иностранному финансированию, будет считаться иностранным агентом и точно так же привлекаться к ответственности. Точнее, главным образом привлекаться к ответственности будет ее руководитель. Я сразу скажу, что он на сегодняшний день в незарегистрированной организации. Точнее, да, Пономарев принимает решение распуститься, но продолжить работу правозащитников без всякого указания или опоры на титул, на бренд этой организации. То есть вот сейчас по России членов движения за право человека примерно тысячи человек. Примерно тысячи. Ну поделите на 85 регионов, в каких-то регионах их больше, в каких-то регионах их меньше. Но они как правозащитники имеют возможность оказывать юридическую помощь, привлекать адвокатов. Он предложил отказаться от всякого бренда вообще. То есть люди, правозащитники есть, но названия у этой организации нет. Дело в том, что власть еще не дошла до такого маразма, чтобы запрещать заниматься индивидуальной правозащитной деятельностью. Сначала запретили официально зарегистрированную организацию с 23-летним стажем, потом запретили незарегистрированную организацию, которая, кстати, общественное движение не обязательно регистрировать где-нибудь в органах юстиции. Вот до такого маразма, это вот знаете, как человек бегает по комнате где-нибудь на даче с мухобойкой и бьет все, что попадется там. Муху, стрекозу, бабочку, чтобы оно не мешало ему, допустим, спать. А вот теперь кого бить? Нет ни мухи, ни стрекозы, ни бабочки. Есть просто определенный набор правозащитников, которые общаются между собой, оказывают друг другу помощь, юридическую, может быть даже финансовую. Но гоняться-то не за кем с этой мухобойкой. Значит, придумывают новый закон о том, что даже индивидуальная правозащитная деятельность запрещена. Кстати, каким образом движение за права человека признали иностранным агентам? В Организации Объединенных Наций есть, ну или, да, простите за тавтологию, есть Организация против пыток. ООН знает, что пытки в мире существуют, особенно в тоталитарных государствах, в авторитарных государствах, при авторитарных режимах пытки есть. ООН имеет Организацию против пыток. Так вот, Организацию за права человека грантами своими финансировала Организация при ООН. То есть Россия, являясь членом Организации Объединенных Наций, признавая его Устав и Организационные структуры, сама участвует в Организации против пыток, признает иностранным агентам Организацию Льва Пономарева, потому что тот получает гранты от ООН. Понимаете, да? Вот в чем логика? Логика в том, что всех нужно задушить. Всех задушить. Все эти общественные наблюдательные комиссии, всех этих общественников, всех правозащитников, всех юристов, которые оказывают помощь политическим заключенным, в том числе и адвокатов, официально зарегистрированных адвокатов, удушить. Другого вывода сделать абсолютно невозможно. Вот смотрите, наблюдайте, в какой ситуации мы сегодня с вами оказались. И самое интересное, что комментариев не даст и не сможет дать ни один политический деятель, ни один дипломат, ни один квалифицированный прокурор. Почему? А потому что не надо. Тьфу на вас называется. Как говорил господин Усманов Навальному, да? Просто идет удушение, распихивание по камерам и закрывание в лагеря. Вот и все. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры подогнал «Симон»